Приветствую вас, дорогие мои! С вами Жанна Фетисова. И это долгожданное продолжение нашего ролика о бюджетном уходе. Передо мной осталось еще очень много средств. Давайте продолжим. Замечательное средство от Reviva Labs Ultra Rich Ultra Light. Это дневной крем, который можно использовать под макияж. Я это уже несколько раз проверила. Вы видели его в моих покупках с iHerb. Замечательный, легкий, хорошо впитывается, не оставляет никакого следа, не скатывается под макияж. У него нет никакого аромата. Это огромный плюс для тех, кто не переносит ароматы. Думаю, что из-за своей гелевой текстуры и прекрасной впитываемости этим средством могут пользоваться люди с абсолютно разными типами кожи. Следующее средство, которое я нашла для себя, корейский производитель Dizenzia. Вот так выглядят логотипы. Интересно. Horse Oil Cream с лошадиным жиром. Он действительно сильно питательный. Этот крем я использую на ночь. Посмотрите, насколько красивая упаковка. Просто шикарная. Абсолютно какой-то корейский, японский домик. Такой шатер. Аромат такой довольно сладкий. Но на коже этот аромат не ощущается. Крем прекрасно впитывается, кстати. Он не оставляет прям ощущения такого липкости. Я не прилипаю с ним к подушке. И это чудесно. Потому что именно сейчас в холода моя кожа нуждается вот в таком богатом уходе. Рада, что вот именно такой богатый, очень питательный уход я нашла в очень бюджетном сегменте. Крем работает великолепно. Кожа утром напитанная. У меня нет ощущения стянутости. Даже после того, когда я умываюсь пенкой. И теперь предлагаю поговорить о средствах с кислотами, которые помогают верхнему слою кожи отшелушиваться. Я не использую тяжелую артериерию в смысле кислот. Я использую их один-два раза в неделю. Если мы говорим о кремах, а средства типа сывороток или тоников с небольшим содержанием кислоты, я могу использовать практически каждый день. Ну, естественно, с небольшими перерывами по состоянию кожи. Если кожа чуть-чуть подсыхает, то я прекращаю на какое-то время использование кислотных сывороток и тоников. В этом бюджетном ценовом сегменте меня очень устраивают средства белорусского производителя Vitex. Серия Билита Vitex. Отличная серия. Называется она Ideal Whitening. Идеальное обновление. В данном случае это интенсивная сыворотка-корректор для лица против веснушек и пигментных пятен. Естественно, не под глаза. Наносится на все лицо тонким слоем. Прекрасно впитывается. И наношу я ее обычно вот на этот тоник. Это та же самая серия отбеливающий тоник пилинг для лица против веснушек и пигментных пятен. Есть легкий такой фруктовый чуть-чуть аромат. Серия не агрессивная. 3 или 4% кислоты. К сожалению, не нашла другой информации. Но по моим ощущениям вот столько. И совсем немного кислоты в этом тонике. Так как я вообще не ощущаю никакого жжения. Но эффект очищенной кожи с хорошо суженными порами он дает. Если вы только начинаете использовать кислоты, хотите ввести их в свой рацион уходовый, то я советую вам начать с этих средств. У меня довольно чувствительная кожа. Никакой плохой реакции у меня на эти средства ни разу не было. Кислотный тоник от польского бренда Биэленда. Это средство я приобретала по интернету. Искала сама. Нашла. В принципе, его несложно приобрести. Если задаться целью, польский бренд. Очень бюджетное, очень качественное кислотное средство. Супер Пао Мезотоник. Гиалуроновая кислота, миндальная кислота и лактобионовая кислота. Эти кислоты разделы АХА, которые прекрасно отшелушивают кожу. Тем самым обновляют ее. А гиалуроновая кислота, она не отшелушивает, она именно увлажняет. Более серьезное средство, которое я использую, может быть, один раз в неделю или два раза в неделю. Я не делаю какие-то жесткие пилинги лица, я не использую скрабы. Очень не советую всем, у кого возрастная кожа особенно. Они механически повреждают, еще сильнее травмируя кожу. И таким образом кожа становится еще менее упругая. Переходите на витамины А и Е и кислоты, которые легко отшелушивают кожу. В небольших процентных содержаниях они полезны. От Reviva Labs 5% гликолевая кислота. Надо сказать, что гликолевая кислота самая активная. Если у вас есть какие-то воспаления на коже, то гликолевая кислота сразу же их проявит. Обновляет сильнее всех, то есть она жестче. Вот этот крем, если я наношу его на обычный тоник, просто вот на увлажненное тоником лицо, работает прекрасно. Его нужно буквально капельку для того, чтобы разнести на все лицо. Аромат он не имеет вообще. Вы, наверное, заметили, да, что Reviva Labs не имеет аромата. Заказывала я его, как и всю серию Reviva Labs на iHerb. Средство работает на моей коже примерно минут 5-7. И дальше я его уже перекрываю сверху каким-то увлажняющим кремом, либо питательным. Пользую, естественно, средство с кислотами. Вот такими 5% по крайней мере кислотами и сыворотки я только на ночь. Тоники, да, тоники очень легкие, отшелушивающие эффекты имеют. Поэтому тоники я могу использовать и днем в том числе. Так что вот это мое средство по обновлению кожи, по улучшению цвета лица, текстуры. Он прекрасно сужает поры. Это мое средство, которое я использую примерно раз в неделю. Теперь поговорим о масках. Довольно много у меня видео есть, с которыми я делаю маски. Вы знаете, как я это дело люблю. И в любой момент использую, естественно, такую возможность. Сейчас я покажу вам две маски абсолютно, на мой взгляд, незаменимые. Очень бюджетные. Они даже до 350 рублей стоят. И первый из них совсем дешевый, в районе 100 рублей. Это Organic Kitchen. Вот такая вот прекрасная серия. Замечательные средства. Это перезагрузка маска обновления для лица. Много таких масок я показывала вам в своих видео о том, что съела моя кожа в пустых баночках уже. И всегда у меня хорошие отзывы. Увлажняющие, питающие, такие легкие, прекрасно впитывающиеся. Да, их нужно снимать. Потом просто умыться спонжиком, либо в перчатках, либо просто руками, теплой водичкой. И дальше уже нанести ваш обычный уход. Делать вы можете их как утром, так и вечером. Они не агрессивные. Они снимают отеки. Они прекрасные. И приобрести, естественно, это можно как на сайтах, точно так же и в их коронерах. И в том числе вся серия также продается в магазине подружка. И следующее, недавнее мое открытие, это маска потрясающая. Blue Sand янтарная маска. Вы видели абсолютно от начала до конца, как я ее замешиваю, как я ее делаю во моем влоге с ПАК. Маска фантастическая. Это порошок. Аромата этот порошок не имеет никакого. Кому интересно, как это замешивается, как это делается, и какой потрясающий эффект потом на коже, оставлю вам ссылочку на это видео. Важно вам сказать, что сейчас для меня эта маска абсолютный хит по уменьшению пор. То есть вот это очищающее, одновременно как-то каким-то образом увлажняющее. Но здесь есть еще и масло, и здесь есть, насколько я помню, кунжутное масло. Ну, то есть все то, что еще и питает к тому же. Хотя засыхает оно абсолютно как глина. Тесно чистит и очень сильно сужает поры. Поры становятся просто полосочками. То есть вместо отверстий поры превращаются просто в полосочки. Очень советую вам попробовать. Совершенно замечательная бюджетная вещь. Уход для тела. В бюджетном сегменте, который мы с вами выбрали, очень много хороших средств. Очень много. В частности, натурально масло шеи, ребята. Огромная банка. Вот такая вот. На сайте iHerb стоит 300 с небольшим. Ее хватит, но я не знаю, насколько. Потому что вот это средство незаменимо в холода, на локте, на руки, на лицо, под глаза, на коленки, куда угодно. Перед прогулкой в мороз можно использовать на щечке, на нос, детям. В общем, средство замечательное. Это настоящее, очень густое, такая тяжелая банка масла шеи. Вот так оно выглядит. Оно похоже на масло какао. Однако, в отличие от масла какао, оно вообще не имеет никакого аромата. Я думаю, что это как раз многим понравится, то, что у него нет никакого аромата. Вот сейчас я нанесла его на руки, я ощущаю, какая бархатистая, такая прямо очень напитанная кожа. Однако, руки не скользкие. Такое неожиданное ощущение, что в итоге я нашла свой идеальный крем для рук, который, как я вам говорила в своем видео по уходу за ногтями. Кстати, кому это интересно, посмотрите, пожалуйста. В итоге, по-моему, я его нашла. То есть, наверное, я буду просто носить его с собой, перекладывать в какую-то баночку и использовать в течение дня на руки. Приобрести этот бренд Earth's Care, это американский бренд, можно на сайте iHerb. И также с сайта iHerb я приобретаю вот такое вот My Body Care Dry Body Oil. То есть, это сухое масло. Цитрусовый микс масел с маслом ши и органовым маслом. Распылитель отличный, дает совсем немного, небольшую порцию, не разбрызгивает все вокруг, точной струей в точную точку. Дальше вы просто растираете по телу. Это уже, наверное, пятая моя баночка. Средство имеет приятный цитрусовый аромат, прекрасно впитывается. Эту вещь очень удобно брать с собой, например, в фитнес-клуб, после бассейна. Просто можно нанести вообще на все тело, на лицо и не брать с собой слишком много уходовых средств. Средство я вам уже его показывала, также в приобретениях iHerb. Nature Republic 90% алоэ крем. Как я его использую? И летом, и зимой, и осенью я использую его после депиляции, а также, когда моя кожа очень сильно пострадала от каких-то внешних воздействий. Возможно, от холода, от обветривания. Он прекрасно снимает такое вот ощущение жжения на коже, обветренности и сухости. Это гель, он полностью впитывается, слегка зеленоватая масса, никакого оттенка, естественно, зеленого на коже она не оставляет. Впитывается просто полностью, не оставляя липкого слоя. Средство для тела, которое вы можете приобрести по каталогу, это средство от Avon. Это уже моя третья или четвертая бутылка. Она огромная просто, здесь 750 мл. Стоит также 200 с небольшим, представляете, как выгодно. Это очень хорошая такая основа, ну, для меня, по крайней мере, для приготовления какого-то более богатого крема для тела. Я добавляю туда разные секретные элементы, которые очень советую вам посмотреть в моем видео о бюджетных находках. То есть, дозатор откручивается, кстати, он прекрасный, он не ломается до самого конца. Крем имеет текстуру довольно густую. Съем для всей семьи, лосьон для лица и тела, овес и ромашка. Если вы ставите вот такую огромную бадью где-то в общем доступе, в туалетную комнату, вы убиваете двух зайцев, вам не нужны никакие дополнительные кремы, например, после души, после ванны. Вы можете пользоваться этим кремом всей семьей. Ну и остались у нас с вами средства для волос. Буквально немного, всего лишь два средства. Шампунь, который я сейчас использую, который мне очень-очень нравится. Это Мадрелапс с биотином и витаминами В. Замечательный шампунь, он настолько мягкий, что фактически не требует никакого дальнейшего смягчения определенными масками. Настолько мягкий, он прекрасно пенится. У цитрусовый немножко аромат фруктовый. Он очень приятный, он очень экономичный. Такие интересные объемы. 414 миллилитров. Заказывала я его также на iHerb. Это сейчас мой фаворит абсолютно. Я оставлю вам ссылку на видео о своем уходе за волосами. Любимцы, любимцы всей семьи. Зам для волос роскошный блеск. Органик шоп. Волосы не утяжеляют, волосы послушные. Они пластичные, они не ломаются при расчесывании. Даже когда вы расчесываете их в мокром состоянии. Вот эти средства сейчас мои фавориты. Я с удовольствием их использую во своем уходе за волосами. Что ж, друзья, я ответила на ваш запрос по поводу бюджетных средств уходовых. Сейчас, я думаю, вам есть о чем подумать и есть из чего выбрать. Спасибо вам большое за вашу поддержку и за внимание к моим роликам. Не стесняйтесь задавать вопросы. Пишите темы, которые были бы для вас интересны. Я всегда рада быть для вас полезной. Я желаю вам удачи. И будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok